По соседству с пятерочкой, туберкулезной больницей и заброшенным зданием расположился уютный отель «Северная корона». Посмотрим, какие здесь номера, как здесь кормят, как здесь все организовано. Перед просмотром подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, а мы начинаем. Несмотря на то, что завтра у нас 9 мая будет, День Победы, в Выборге еще холодно, до сих пор есть места, где лежит снег, причем довольно много снега. Вот он, собственно, отель. Так сразу не найдешь. Интересно сделано в этом отеле такой стенд с магнитиками жителей этого отеля, с какого они города. Кто-то приехал из Архангельска, кто-то из Хельсинки, кто-то из Северодвинска и другие города. Каждый может оставить здесь память о себе, магнитик со своим городом. Это первый этаж. Справа у нас «Добро пожаловать в Данию». Мы, кстати, живем в Швеции, на втором этаже, на первом этаже у нас Дания. Лифт достаточно приличный, если не считать вот этих опытных досчетов. Это у нас второй этаж. Один пролет – это Исландия. Второй пролет – это Швеция, в котором, кстати, я живу. Обратите внимание на кулер, который находится на этаже. В номере нет воды, воду не дают. Но в номере есть стаканчики, с которыми можно прийти сюда и налить водички и попить. Пролет – Швеция. Номера названы в честь шведских городов уже. Вот, в частности, Стокгольм, столица Швеции. Другие города – Хельсенбург. Скорее всего, мы живем в городе Вастерос. Я не знаток шведского языка, пускай будет Вастерос. Да простят меня шведы. Вот такой вот номер. Мы живем в Швеции, и тут даже вот это вот напоминает шведский флаг. Шторы, стены синие. Я не знаю, как в других номерах, например, это может быть красные стены, красные с белым. Возможно, и так. Такая вот прекрасная картина. Видимо, в этом городе, в честь которого назван наш номер, или рядом с этим городом, есть такое озеро, которое выглядит так же красиво, как наш Байкал, так же замерзает. В номере также имеется телевизор. Сам по себе номер маленький, но при этом уютный. Номер убирают. Две кровати. Даже есть стол. Стол, есть телефон, есть мини-бар. Номер маленький, но при этом здесь все есть. Мини-бар, кстати, пустой. Так что это не мини-бар, а просто маленький холодильник. Вот они, те самые стаканчики. Много розеток. И над кроватями тоже есть по розетке с каждой кровати. Есть тумбочки. Замечательный вид из окна на это вот заброшенное здание, которое, наверное, здесь еще стоит с финских времен. Также в номере висит картина с частью города какого-то. Я подозреваю, это именно тот город, в честь которого названа эта комната. Кстати, что касается ремонта. Тоже вот трещина. Скоро отвалится штукатурка. Вроде не страшно, но есть на чем работать. Несмотря на то, что сам номер достаточно маленький, сама душевая кабина здесь большая. Вместе с 4 человека точно. Дайвут гель для душа, шампунь, полотенце. Полотенце. Мало места, куда поставить свои маринорыльные принадлежности. Есть фен. Есть такая здесь надпись на двери. На трех языках, как здесь в Выборге принято. Русский, английский и финский. Полотенца нам не поменяли, потому что мы их не кинули на пол. Вообще, чтобы поменяли полотенце, надо их кинуть на пол. В некоторых отелях это так. И лучше сразу кидать их на пол. Пол. Что удивительно, с подогревом. Ванная комната хорошая, если бы места было побольше здесь, было бы прям идеально. Слежит такая вот памятка, которая говорит нам, что здесь, в этом отеле, возможны комплексные обеды. И написаны варианты. Первый вариант, второй вариант. Комплексный ужин тоже два варианта. А на обратной стороне написано, что вы будете ожидать на завтрак. Завтраки проходят в кафе Домино, там же, где и комплексные обеды. Завтраки в формате шведский стол. В общем, что у нас имеются нарезки. Ветчина, сыр, курицы. Должны быть еще и помидоры, какой-то салат, похожий на краповый. Вот такая вот пицца, импровизированная на гуских ледах. Манная каша. Амлетка. Похоже на запеканку. Это оладушки. Сисиски, гречка, сметана, яйца вареные. Какие-то сладостные. Пексикелки, какао. Кофе-машина, чайник. Завтраки здесь практически одинаковые. За исключением этого кровавого салата. Остальное все то же самое по сравнению с вчерашним днем. В Северной короне также можно забронировать сауну. Не просто сауну. Целую комнату отдыха. Ярдом. С музыкой. Сама сауна нормальная, большая. Можно водички подлить. Но, мало того, что сауна не была включена к времени, когда она должна быть включена, чтобы пришли. Надо было ждать примерно полчаса. Тут нет абсолютно никаких удобств. Нет самого главного, что должно быть сауна. Это вода, напитки, не чая. Есть только простынь и полотенце. Из удобств. Из развлечений. Бильярдный стол, музыкальный центр с колонками. Тут есть телефон, по которому, казалось бы, можно позвонить, попросить, чтобы принесли воды, чай. А, собственно, так и хотелось сделать. Но телефон не работает. Я позвонил по-вышенному, попросил принести воды. Они сказали, вот такой услуги нет, это к начальству обращайтесь. Но в итоге я договорился с администратором, чтобы там по-братски мне раз на кончике воды принесли. В помещении нет опахления. Есть такой вот подогреватель, который не был включен. Я его сам включил. То есть в помещении очень холодно. Я не знаю, как тут зимой вообще. Есть душ, нет геля для душа, нет шампунь. Есть какая-то общая масса, что это мыло, шампунь, гель для душа, непонятно. Но что-то такое есть. Здесь, по идее, купель должна быть за веревочку. Дергаешь, на тебя холодная вода бьется. Но ее нет. В общем, есть на чем работать. Сама хорошая, но как-то благоустроить ее хочется. Приятно будет здесь находиться. Они же за это еще и деньги берут. Это не входит в стоимость проживания. Заключение гостиницы я сниму здесь. У башни Старый Ратуша. Потому что в гостинице немного стыдно снимать. Там ничего нет, кроме автосервиса, пятерочки и туберкулезной больницы. В гостинице могут жить разные люди. Сейчас праздники там живут. В основном гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Но также там могут жить рабочие, которые работают вахтовым методом. Что касается самой гостиницы. В гостинице есть разные номера. Есть номера эконом, есть номера средние. Что касается цены, я заказывал через приложение Островок. Приложение Островок цены накручивает. Если зайти на сайт Северной Короны, там цена за ночь 1600 рублей. Я заплатил за три ночи 19 тысяч рублей. Поэтому в букинг я скучаю. В городе Выборг есть нормальные отели, но приложение Островок даже не показывает. И пока ты в город сам не приедешь, ты не узнаешь, что есть тут другие отели. Приложение Островок, вот этот отель, показывает чуть ли не первым. Не советую вам Островок и лучше отели искать в гугле. Подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео. Я напомню, что канал Орел и Безережки – это не только обзор отелей, а также обзор групповых экскурсий и прогулки по городам.